Из беседы святителя Иоанна Затрустова Евангелие от Иоанна, 1 глава, 11 стих И пришел к своим, и свои не приняли его Бог, человеколюбец и благотетель, все творит и все устраивает так возлюбленное, чтобы мы блистали добродетелью Я и желаю, чтобы мы были благочестивы Он без всякого насилия и принуждения, а только убеждением и благотворениями всех желающих того призывает и привлекает к себе Потому, когда пришел Он, один, одни приняли Его, а другие не приняли Он никого не хочет иметь своим рабом против воли или по принуждению А хочет, чтобы все свободно и добровольно служили Ему И познавали сладость служения Ему Люди, имея нужду в услужении работ, связывают их с законом рабства и против воли их А Бог, не имея нужды ни в чем, никаких подобных нашим подребностям, все творит только ради нашего спасения И в этом делает нас самим себе господами Потому и нежелающих Он не подвергает никакому насилию и принуждению Он имеет в виду только нашу пользу А против воли быть увлеченным на служение, все равно, что и совсем не служить Почему же, скажешь ты, Он наказывает нежелающих повиноваться Ему? Это потому, что, будучи премного благ, Он имеет великое попечение о нас даже и тогда Как мы не повинуемся Ему, но не отступает и тогда, когда мы удаляемся и бегаем от Него И как мы уклонились от первоначального пути благотворения То есть не восхотели идти путем убеждения и благополучия То Он повел нас другим путем Наказание и мук Путем, конечно, весьма тяжким, но неизбежным Когда первый путь пренебрегается, тогда по необходимости надо идти другим И законодатели полагают многие жестокие наказания преступникам Однако зато мы не осуждаем их, а напротив, еще и более уважаем их За поставление о наказании их Так как, не имея ни в чем никакой надобности с нашей стороны Часто даже не зная, кто впоследствии будет пользоваться помощью их постановлений Заботится о благоустройстве нашей жизни Тем, что добродетельным людям воздают честь А людей порочных, нарушающих спокойствие Укращают наказаниями И пришел к своим, говорит, и свои не приняли его Достойное удивление, что ученик не стыдится унижения своего учителя Но смело описывает нанесенные ему оскорбления И это немаловажное доказательство его правдолюбивого духа Впрочем, если стыдиться То надо бы стыдиться за тех, которые нанесли А не за того, кто претерпел оскорбление Он тем еще более прославился Что и после такого оскорбления Так промышляет о своих оскорбителях А они пред всеми оказались неблагодарными И презренными Потому что отвергли, как врага и неприятеля Того, кто пришел к ним с такими благами Да и не тем только они повредили себе Но и тем, что не получили того, что достигли, принявши его А что получили последнее А тем, которые приняли его Дал власть быть чадами Божиими 12 стих 1 главы Иоанна Но для чего же ты, блаженный, не сказываешь нам И о наказании тех, которые не приняли его Но какое же другое, говорит евангелист Наказание могло бы быть более того Что они, имея возможность Сделаться чадами Божиими Не делаются таковыми Но добровольно лишают себя Самого такого благородства и чести Впрочем, наказание их не ограничится тем только Что они не получат никакого блага Их постигнет еще огонь неугасающий Что впоследствии яснее Что впоследствии яснее открывает евангелист Теперь же он говорит о невзреченных благах Дарованных принявшим Господа Хотя бы то были рабы или свободные Елены или варвары или скифы Хотя бы не мудрые или мудрые Жены или мужи, дети или старцы Незнатные или знатные, богатые или бедные Начальники или простолюдины Все, говорит евангелист, удостоены одной почести Что может сравниться с таким человеколюбием И народный Сын Божий Не вознушался сопричислить к лику Чад и мытарей, и волхвов, и рабов И самых неважных людей Многих еще с поврежденными членами тела И со множеством недостатков Такова сила веры в Него Таково величие благодати Аминь Слава Тебе Боже, Слава Тебе Боже Таково величие благодати